Ассаламу алейкум. Приветствую всех, кто меня слушает с Чеченской Республики и со всей России. В этом ролике я хочу донести правду, очередную правду. Кем является Хасан, который прячется в бункере в Турции? Он сегодня, этот шныр, этот бич, переступил все границы лицемерия и лжи. Он сегодня в интервью, дал интервью телеканалу «Дождь» и рассказывает им, что у него дома есть братья, сестра и отец. И что им угрожали. В первую очередь я хочу сказать тебе, СБУшная шныр, Хасан, у тебя нету дома ни братьев, ни отца, ни сестры. Потому что мы от тебя отказались, и ты не являешься нашим братом. А в вторую очередь, почему у тебя нету ни братьев, ни сестры, ни отца? Потому что ты ради лайков и хайпа продал свою семью, своих родственников и свою страну. Твои братья – это твои лайки. И даже в разговоре с твоими подельниками этого дождя, даже ты не успел скрыть свою радость, что твой ролик просмотрели 200 тысяч человек. И даже в эту минуту, когда ты рассказываешь об якобы каких-то угрозах твоей семьи, даже в эту минуту у тебя из головы не выходит радость, что у тебя 200 тысяч просмотров. Вот, вот кем ты являешься, вот твое лицо, вот ради чего ты все это творишь, это беззаконие. И издеваешься над своими родственниками и над своей семьей ради лайков и дешевого хайпа, который в скором времени тебе через нос выйдет. Теперь я хочу рассказать о его лицемерии. Когда ты, Бич Хасан, выложил первый ролик такому же, давая интервью такому же Бичу и Шнырю, как и ты, Тумсу Абдурахманову, в этом ролике ты говорил, что твоя семья и твои родственники лояльны к руководству Чеченской Республики и к руководству России. И что после того, как ты выложишь этот ролик и спровоцируешь на недоброжелательные действия органов силовых структур, вот тогда вы узнаете, вот тогда мы посмотрим, и вы пожалеете, что они поддержали меня. Вот первое, что ты сказал, это были вот эти слова. То есть ты сознательно с первого ролика подставлял свою семью и подставлял своих родственников. Ты лицемерная шваль. Потом поговорим о твоем лжи. Ты говоришь, что тебе звонили и угрожали. Кто первым звонил? Ты, Бич Шныр, ты звонил первым. Всем людям, которые занимают должности в силовых структурах, обзванивал их и провоцировал их, чтобы они сделали какой-то поступок и навредили твоей семье и твоим родственникам. Ты специально их провоцировал, выражался нецензурными словами. После того, как они поведутся на твою провокацию, это были твои идеи, такая у тебя была. И если они что-то плохое сделают с твоей семьей или с родственниками, то на этом волне ты поднимешь свой хайп и заработаешь кучу лайков. Вот какая ничтожная цель у тебя была. Даже своим подельникам вроде бы у вас идиллия, вроде бы близкие тебе люди, да, вот с дождя, вот эти корреспонденты, журналисты. Вроде бы ты им должен был говорить правду, но однако же, ты даже им врешь. Вот настолько ты лживая, конченая тварь. Потом ты рассказываешь, что тебе звонил Адам. От тебя можно ожидать все, что угодно. Я даже могу предвидеть, что ты сделаешь. Ты сделаешь монтаж, обрежешь аудиозаписи, потом их соединишь и выкинешь в эфир. Какую-то бурду выкинешь в эфир. Потом на этой бурде будешь опять хайповать и зарабатывать лайки. Вот настолько ты лживая, конченая, лицемерная тварь. Я поражаюсь тем журналистам, тем людям, которые не могут распознать в тебе это лицемерие, эту ложь. Хотя она нарисована на твоем лице. Даже гадать не надо. На тебя посмотришь, и на твоем лице видно, насколько ты лицемерная и лживая тварь. И при этом рассказываешь, хотя ты провоцировал и делал все, что угодно, чтобы сделать все, что можно плохое для своей семьи и для своих родственников. Но при этом сегодня сидишь, и на своей семье пытаешься еще раз хайпануть и еще раз набрать лайки, показывая себя якобы переживающим, что твоей семьей произойдет что-то плохое или с твоими родственниками. Ну, настолько лицемерная и конченая тварь, будь ты проклят со своей ложью и со своей лицемерием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok